Для теста 2 яйца, 4 столовые ложки сахара, слегка перемешиваем. Добавляем 6 столовых ложек сметаны, 4, 5, 6. Сюда же добавляем 150 грамм растопленного масла, половины чайной ложки соли, перемешиваем. Добавляем пол чайной ложки разрыхлителя, 4 стакана просеянной муки. Я просеиваю прямо туда же. Всё сразу не добавляйте, мука может быть разная. Нам нужно тесто мягкое, но не прилипающее к рукам. Два, три стакана посыпали, теперь нам надо перемешать. Всё, теперь четвёртую, сейчас половину посыплю, потом ещё, если будет мало. Вот так вот получается мягкое, но не липкое тесто. Всё, кладём его теперь в пакет. Пока сделаем начинку. Итак, для начинки две упаковки творога. Творог у меня такой мелкозернистый. Вот этот вот. Я всегда этот использую. Добавляем один желток. Вообще раньше я добавляла целое яйцо. Как бы в оригинальном рецепте было всегда целое яйцо. Но, когда яйцо добавляешь с белком, получается более жидкий. Такая жидкая начинка, приходится добавлять муки. А вот с желтком только когда, то получается нежная очень начинка такая. Добавляем раз, два, три столовые ложки сахара. Немножко ванилина, можно ванильный сахар. Добавляю где-то половину столовой ложки сметаны. Так получается вкуснее. И всё это хорошенько перемешиваем. Если добавлять белок, тогда нужно ещё где-то столовую ложку муки добавлять. А так как у меня нет белка, видите, она уже не жидкая, уже муки не требуется. Всё перемешали до однородности. Теперь можно раскатать сразу, а можно разделить на две части. Я сейчас разделю, чтобы мне было удобно. Тесто очень мягкое. Это вот мука, которая у меня осталась. Толщину я делаю такой, знаете, до 4 миллиметра. Вы можете, какую толщину вы хотите, такую сделать. Можно потоньше сделать. Если потоньше сделайте, начинки будет внутри больше. Если потолще, то уже тесто побольше. Кому как нравится. Кружочки. Вот я возьму такой. Вот эти вот остатки не выбрасываем. Теперь мы это повторно будем делать. Теперь смазываю маслом противень. Масло у меня сливочное. Если будете класть пергамент, можете, если хороший пергамент, можете ничем не смазывать. Так, теперь начинка. Берем одну чайную ложку. Ну, у меня чайная ложка, у меня вот по размерам они не такие большие. Вы уже регулируете сами начинку, вы уже регулируете, вы уже регулируете сами начинку сколько хотите. Защипываем только вот эти вот края. Некоторые называют эти печенюшки сони, некоторые сочни. Сони типа вот они сонные, вот они типа зевают. Они еще когда приготовятся, они чуть-чуть еще раскроются и получится как типа они зевают. Кто-то называет сони, кто-то сочни. Напишите мне в комментариях, как вы называете их. Просто края только. Вот середина остается открытой. Но так, чтобы вот когда вы защипываете края, чтобы она не вываливалась. И складываем это все на противень. Травлька творог не ест, а вот эти печенюшки ест с удовольствием с творогом. Травлька творог не ест, а вот эти печенюшки ест, а вот эти печенюшки ест. Вот, линейку принесла, чтобы специально померить для вас. 4-5 миллиметров, как я и сказала. 4-5, 5 миллиметров. Зависит, какой толщины вы хотите. Вот это вот самое нормальное, 5 миллиметров. Диаметр вот 7 сантиметров. Чтобы показать вам, какие у меня в итоге получатся. Мой рецепт я уже сделаю давно. Мне нравится. Вот раньше, говорю, делала начинку целым яйцом. Потом посмотрела, что слишком жидко. Муку надо добавлять побольше. Чтобы добавлять, чтобы не добавлять муки, решила как-то попробовать. Я только желток использовать для начинки, для творога. И вот мне очень понравилось. Здесь еще со сметаной. Я вот раскатывала первый клубочек. Я поставила в духовку греться на 200 градусов. Пока я это все приготовлю, как раз духовка нагреется. Делается все очень быстро. Тесто, сами видели, совсем легкое. Начинке тоже делать нечего. Поэтому пероставки вместе с этим смешиваем. Видите, здесь уже целый клубочек. Продолжение следует... Я смазываю желтком. Если вы хотите сэкономить яйца, можете целым яйцом. Просто желтком цвет красивый получается. Смазали яйцом, ставим в духовку до готовности. Смазали яйца. Продолжение следует... вот посмотрите весь творог использовался конечно можно было еще ложку собрать но я не буду оставлю вот это тесто сделаю кружок рауль любит его просто как печеньку это будет для рауля чисто так вот вам а его сейчас поместить толщина тесто получается где-то 45 миллиметров 7 сантиметров диаметр получилось у меня сколько сейчас вам посчитаю 3 5 10 13 но есть еще этот я 40 печенюшек вот так вот значит здесь сейчас пока тут не приготовиться я пока не буду смазывать желтком чтобы не подсохла буду смазывать перед тем как уже ставить духовку ушло на поверх 2 желтка поставить чтобы остыло вот такая вот красота получается он как раулина печенька подошла к серединке вот остывший возьму пожалуйста не толстый не тонкий вот надеюсь вам все понравилось если будут вопросы пишите в комментариях у меня все всем пока пока